С мальчишками и девчонками веселились аниматоры, сказочные персонажи и клоуны. Программа праздника включила в себя конкурсы, соревнования, много музыки и смеха. Подобные мероприятия уже давно ждали не только дети, но и взрослые. 1 июня прошел День защиты детей. В будний день мы не стали проводить этот праздник. Мы решили организовать для детей нашего соснового убора праздник. Веселый праздник, собрать всех ребятишек. Праздник давно не проводился. Были ограничительные мероприятия. Очень тяжелый год, детям нужен праздник. Как признается председатель женсовета, изначально планировалось провести мероприятие на открытом воздухе. Но из-за неподходящей погоды организаторам за ночь пришлось искать помещение. Я, честно говоря, сам не ожидал, думал, погода нам все испортит. Но на самом деле оказалось, что еще и лучше, что мы под крышей все вместе. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной. Когда мои друзья со мной? Так что будет весело. Активные дети гарнизона и их родители подготовили и спели песни, станцевали и прочитали стихи. А главной фишкой праздника стала настоящая солдатская каша. В организации нашего праздника принимали участие не только активные жители нашего городка и наш женсовет, но и депутат городского совета Перепелица Анатолий Владимирович. Огромное спасибо, потому что сейчас для наших детей это было очень важно, нам это было очень важно, потому что давно праздники не проводились. На данном отрезке времени это очень важно. Особое внимание обратить деткам военных городков, отцы, которых находятся сейчас в зоне военной специальной операции, выполняют специальные задачи, боевые задачи. С днем защиты детей. Ну а этих уже больших ребят мы поздравляем с выпускным. Прекрасно организовано все для детей, просто высший класс. И разукрасят, и тут можно пособирать всякие детали. То есть вообще очень прекрасно все сделано. И каши накормят. Все очень хорошо, нам безумно понравилось. Ребенок просто счастлив. Стоит отметить, что жены военнослужащих сами придумали программу концерта, в котором приняли участие юные воспитанники детских садов, дети гарнизона и приглашенные артисты. Мероприятие проходило при финансовой поддержке депутатов Горсовета. Диана Левина, Анастасия Брянская, Руслан Хертуев. Программа «Вместе» телеканал «Мир Байкал».